Северный выбор. Жители отдаленных районов Омской области возмущены не только итогами единого дня голосования. Нарушения в работе ТИКа выявлены как 8 сентября, так и в период досрочного голосования. Председатели комиссии, похоже, совсем не обучены обл. избиркомам, не знают закона и допускают явные нарушения в месте голосования. Руководство района тоже замечено в несоблюдении равных условий для кандидатов, предоставляя преимущество представителю Единой России. Смотрите специальный репортаж моего коллеги Константина Ткачева. Пятница, 6 сентября. Большоуковский район вовсю готовится к довыборам в законодательное собрание. Представителю Единой России здесь зеленый свет. Ему дозволено почти все. А вот его главному оппоненту чиновники мест администрации ставят преграды почти на каждом шагу. Так, к примеру, единоросс Владимир Спинов в селе Становка провел две встречи с местными жителями в ДК и в школе. А когда там же появилась Алена Штайнбрехер от КПРФ, от нее потребовали какие-то разрешительные документы. Те самые документы, от Спинова, кстати, нам так и не предъявили в мест администрации, видимо, потеряли от страха. Заместитель у нас уехал на учебу, приедет только в понедельник. Еще раз. Ну, такая ситуация сложилась на данный момент, что у нас... Документа у вас нет. Я не говорю, что у нас нет документа. Спокойно. На основании федерального закона о средствах массовой информации мы имеем право снимать. Да. Подождите, в поедете. Я ничего ждать не буду. То есть, ответа нет. Я вам не говорю, что нет ответа. Я вам не предоставлю это. Просто скажите «да» или «нет». Я не буду вам ничего говорить. Не буду. Но вы не указываете, что снимать и кого снимать. А мы у вас не требуем вашего разрешения, не требуется для съемки. Вам не 16 лет. Нет, не 16 лет. Все, спокойно, пожалуйста. Еще раз, девушка. Давайте закончим. Я еще раз повторяю. Уведомления есть или нет. Я не буду вам отвечать на этот вопрос. Вы письменно обратитесь. Я не буду письменно обращаться. Я это письмо отнесу. Я к вам лично приехал сейчас. Вот они мне скажут вам ответить. Я депутат законодательного собрания Омской области. Я проделал 300 километров путь, чтобы узнать, было ли собрание, был ли официальный документ, на каком основании администрация разрешила пользоваться кандидатом в депутаты, школой и клубом. На каком основании. На месте оказалась только замглавы Елена Карпова. Говорят, после наших вопросов женщине потребовалась медицинская помощь. Я никому не запрещаю. Полиция приезжает. Не в курсе этого даже абсолютно. Не в курсе. То есть, по вашему мнению, все вы делаете законно? Все разрешаете проводить, да? Мы делаем все законно. Все законно? Да. Господин Спинов проводит собрание в ДК и в школах. Есть уведомления о проведении собрания? Ну, понимаете, я конкретно за выборы не отвечаю. Я не могу вам сейчас такую информацию дать, что есть они или нет. Я не владею этой информацией. А тем временем, кандидат от КПРФ Алена Штайнбрехер продолжает личный обход каждого двора в районе. Картина удручающая, признается девушка. Повсеместное отсутствие дорог, работы, врачей, учителей. Нормальной жизни, в общем. В селе Чебаклы паводком разрушен единственный мост. Вместо ремонта чиновники пошли на сомнительный эксперимент из поваленных деревьев. Жаловаться местной администрации бесполезно, признаются люди. Поэтому с появлением кандидата от КПРФ связывают надежды на лучшее. Они удивлены, что я, в принципе, к ним приехала. Всегда спрашивают про дорогу. Ну, как вам? Очень частый вопрос. Чаяния разные. В каждом населенном пункте своя проблема. Часть из них может быть решена на местном уровне, почему-то этого не происходит. Часть можно решить с помощью обращения к губернатору. Очень редко где видна хозяйская рука. Даже при тех скудных бюджетах, которые у местной власти есть, они используются, на мой взгляд, нерационально. Вот эта бесхозяйственность какая-то, она больше всего пугает. Потому что, на самом деле, даже при наличии ресурсов люди не получают того минимального, на что могли бы рассчитывать. А вот на досрочное голосование в этом районе можно и не рассчитывать, по крайней мере, в двух населенных пунктах. Обл. Избирком и территориальная комиссия не обеспечила здесь нормальную работу. Зато положенные за это деньги наверняка получат все. Уважаемый председатель областной избирательной комиссии, господин Алексей Николаевич Нестеренко. Мы находимся на избирательном участке 594 в деревне Уки Большоуковского района. Но здесь сейчас за сутки до голосования абсолютно пустой участок. Кроме сотрудника правоохранительных органов здесь нет никого. Ни председателя комиссии, ни других членов. Вот кто-то хочет проголосовать досрочно, отдать свой голос за того или иного кандидата. Но абсолютно пустой участок. Никого нет. Заходи, смотри, бери. Вот, пожалуйста, зал, где должны работать члены избирательной комиссии. Видимо, место председателя. Здесь есть даже график дежурств участковой комиссии. Если внимательно посмотреть, 6 сентября чистая графа. То есть люди абсолютно не работают. Ни 6-го, ни 7-го. Сделайте, пожалуйста, определенные выводы. Вы очень рьяно бьетесь, защищая депутатов от правящей партии, от Единой России. Но не замечаете то, что ваша работа, абсолютная ваша работа, не выполняется на территории Омской области. Повторно обращаюсь к председателю областной избирательной комиссии господину Нестеренко. Уважаемый Алексей Николаевич, мы сейчас находимся на избирательном участке номер 604 в деревне Фирстово Большоуковского района. Мы пришли на участок, чтобы познакомиться с дежурными по избирательному участку. Но вы можете посмотреть, что здесь кроме майора полиции никого нет. Нет, график отсутствует. Я хотел проголосовать, к примеру, досрочно. У меня это не получилось, потому что, повторюсь, и на этом участке отсутствуют сейчас на рабочем месте те люди, которые должны отвечать за выборную кампанию этого года. Весть о работе нашей съемочной группы моментально разлетелась по райцентру. Глава даже прервал свой отпуск и едва не помешал нашему творческому процессу. Сергей Казначеев с трудом сдерживает эмоции, не понимая, как депутат регионального парламента может работать простым журналистом. Наверное, привык к другому, единороссовскому подходу. Вы приехали накануне выборов, вы встретились с нами. Вы накануне выборов приехали? Я журналист. Какой вы журналист? Вы депутат законодательного... Вы показываете орган депутат законодательного собрания? Моя профессия – журналистика. Ваша профессия? Да. Вы приедете, скажите, вот давайте, вот приедь завтра. В район приедь. Я журналист телеканала Обком ТВ. Я выполняю редакционное задание. Зачем приезжать? Согласовывать с вами место съемок, что ли? Не надо. Я был у вас в администрации, я общался с вашим заместителем, прекрасно пообщались мы с вашей женщиной. Зачем вы сейчас тон повышаете? В четырех километрах от Становки находится деревня Коновалиха. Ни автобуса, ни фапа, ни магазина. Ни одного социально важного объекта. За хлебом ходят пешком в соседнее село. Уколы ставит местный волонтер. За то, когда выборы, сюда присылает УАЗик. Подвоз избирателей. Вот и на этот раз государственный транспорт собирает людей. А если вдруг кому-то здесь станет плохо, то скорая помощь занята и оказывает совсем не ту помощь. В связи с тем, что погодные условия не позволяли использовать общественный транспорт, была необходимость подвезти избирателей. 44 человека. Поэтому было принято решение выделить транспорт в полученную приходимость. Кто принимал это решение? Избирательная комиссия. Какая? Я не готов бы сказать. Наверное, местная. Территориальная комиссия? То есть вы принимали решение? Или областная комиссия? Наверное, местная. Местная какая? Местного сельского поселения? Ну, нужно же было избирателей подвезти. Глава поселения Татьяна Иванова появилась на избирательном участке задолго до его открытия. Чем она там занималась, нам никто не объяснил. Вы должностное лицо. Вы при исполнении служебных обязанностей. Я не на работе. Объясните, пожалуйста, Татьяна Андреевна. Не надо меня попросить. Объясните, пожалуйста. Вот зачем вам это надо? Татьяна Андреевна. Я имею право сейчас просто написать заявление на них. То, что они меня провоцируют. Кто вас провоцирует? Я не знаю. Я отказываюсь от этого. По словам ничего, вы отказываете. Глава имеет право. Глава имеет право председатель быть. На каком основании находится глава здесь на участке до 8 часов голосования? Продолжая скрывать свое лицо и прячась за дверью, глава Становского сельского поселения фактически призналась, что очень держится за свое кресло. Это для нее самое главное. Внимательно прислушайтесь, уважаемые телезрители, к следующему диалогу. Вот сейчас вы просто-напросто приедете и скажете, я был в Становке, разговаривала с своей главой, она вот там кто-то говорит, что то ее не устраивает, другое не устраивает. Вы понимаете, что вы делаете? Что я выполняю свою работу. Вы сводите людей, потом какое отношение будет ко мне? Я выполняю свою работу, Татьяна Андреевна. Я выполняю законно и честно свою журналистскую деятельность, понимаете? Я понимаю, я знаю журналистов. Ну вот, только я не с 12 канала, понимаете? Я не буду здесь все приукрашивать. Я покажу все, как есть на самом деле. Мы голосуем против этой жизни, которая сейчас существует. Понимаете? Это значит, мы не голосуем за эту партию, которая в руководстве сейчас у нас в стране. И вот знаете, и потом, вот поверьте, голосовав, вот сделав галочку вот за определенную партию, да, и потом как-то даже не стыдно пожаловаться, что вот жизнь такая, знаете. А вот я не понимаю тех людей, которые делают галочку против Единой России, а потом сидят вот тут и поскуливают. Выбор сделан. Победил здесь единорос Сбинов. А как реально живет село Становка, вы узнаете из наших следующих выпусков новостей. К такой жизни их привела как раз Единая Россия. Константин Ткачев, Григорий Бадьянов, Обком ТВ.